привет друзья многие из вас наверное помнят времена советские когда электроинструмента в магазине практически не было то есть купить его было невозможно вечный дефицит может быть мало выпускали может быть котом на экспорт уходил не знаю ну реально купить дрель болгарку было невозможно вообще у кого была дрель в те времена это был просто вот первый парень на деревне у кого плюс дрели было еще и болгарка это было самое крутое 1 парень на деревне а у кого еще ко всем этим инструментом был электрорубанок это было вообще мастер недосягаемой высоты сейчас положение магазина совсем другое инструмента полным-полно и нормальные мужики когда приходят в магазин и видят на витрине огромное количество инструмента им хочется там завернуть свою витрину и увезти домой но возникает вопрос а нужен ли этот инструмент вообще и вот когда я собирался покупать пилу себе сабельный давно хотел у меня тоже возник такой вопрос зачем мне сабельная пила если попилить металл у меня есть вот пила в принципе ты не нужна но я собрался демонтировать себе отопление и друг мой посоветовал сказал купи себе вот такую вот пилу это будет очень удобно и безопасно и я поехал в магазин выбирать себе сабельную пилу о покупке кстати ни разу не пожалел варианта у меня было два потому что пит фирмы было две пилы другую фирму я стараюсь не брать потому что пит он как бы реально по параметрам цена-качество меня устраивает то есть инструмент нормальный рабочий как бы сделан аккуратно и работает достаточно качественно никаких претензий я вот не имею поэтому беру постоянно пит ну то что есть стараюсь брать пит варианта было два была пила такая же только побольше так немножко 1 2 киловатт и была пила вот это вот 980 ватт у нее мощность я решил что 1 2 киловатта для меня слишком много и взял себе пиву 980 ватт она поменьше покомпактней поудобнее кстати вот здесь был такой небольшой флайер по питовским инструментом то есть линейка у них такая достаточно большая есть из чего выбрать взял я себе вот такой вот пилу сейчас расскажу про функционал потом дальше ну не то чтобы про функционал про органы управления органов управления мне практически так никаких то и нет то есть вот здесь вот есть лампочка которая светится когда инструмент включен в розетку это кстати очень удобно вот не нам не на всех инструментах лампочку ставят ну мне вот нравится когда лампочка есть понимаешь да если здесь вот кабель допустим где-то оборвался то уже лампочка не будет горит понимать хотя бы придет понимание где искать проблему а если лампочки нет тут не знаешь как бы откуда начинать здесь вот есть клавиша регулировок никаких нет и здесь фиксатор клавиши то есть клавишу нажимаешь чуть-чуть то есть понятно да чем дальше нажимаешь тем соответственно быстрее обороты чем меньше нажимаешь тем обороты поменьше вот здесь вот упорчик такой стоит регулируется вылет упора вот этими двумя винтами шестигранниками то есть откручиваете подвинули подальше поближе и затянули шестигранник идет в комплекте вместе с пилой вставляется полотно здесь очень удачно мне вот прям нравится то есть поворачиваете вот этого штучку патрон вставляете отпускаете и все все уже на месте также поворачиваете снимаете и все то есть если у вас где-то заклинило полотно можно спокойно его достать пилу убрать в сторону потом там погнуть побить я не знаю там раздвинуть то где у вас полотно заклинило полотно достать и снова дальше пили то есть это достаточно безопасно сразу скажу что для чистой работы пила это не особо годится вот полотна вот тут такое полотно я брал питовской кстати очень хорошо пилит металл потом покажу и у такое полотно питовского не было брал бошевская по дереву тоже достаточно качественное полотно налетал на гвозди пару раз то есть полотно не сдается смотрите почему неудобно ей делать чистые запилы то есть когда вы пилите если вы прочертили допустим черту где-то начинаете пилить вас вот сюда вот набиваются опилки то есть вы черту которую прочертили вы уже не видите то есть здесь вот все забето опилки поэтому ровно отпилить практически невозможно можно вот так если пилить вот так вот перед конечно может а если пер contratку то ничего вы здесь не увидите если вы пилите металл то тут тоже есть нюансы полотно может уходить влево вправо и металлов на то уже отпилить невозможно. Это инструмент вот в моем понимании, может быть кто-то спорит, конечно, в моем мнении, но это инструмент для демонтажа. То есть демонтировать какие-то конструкции деревянные, демонтировать какие-то металлические конструкции, что-то отпилить, отопление трубы, уголки распилить где-то вот под напряжением находящиеся лучше инструмента вот этого нет. В прошлом году я делал веранду, много мне пришлось там демонтировать и вот практически кроме вот этой пилы, никаким инструментом я не пользовался. То есть она мне помогла Прям молодец, отработала Я вот ей доволен Поэтому советую покупать Опять же, если вы, допустим, пилите металл дома у себя Вот полотном по металлу То у вас искры не летят Мусор, конечно, сыпется, там стружка сыпется Но не столько, сколько в болгарке, во-первых Во-вторых, искры не летят Потому что искры, это такая штучка интересная Может куда-нибудь попасть в какую-нибудь щелочку И притаиться там до лучших времен А потом развести таким огненным цветком В самый неподходящий момент Хотя подходящего момента для этих вещей-то вообще нет Поэтому, вот если, допустим, пилить дома что-то делать Лучше использовать такую пилу, чем болгарку Это будет гораздо удобнее, гораздо качественнее И гораздо безопаснее Если у вас где-то в трубе заклинило полотно Просто повернули, вытащили полотно Трубу разогнули, полотно достали, снова пилим То есть, очень удачный инструмент В комплекте с ним шел шестигранник Это, правда, не он Этот шестигранник у меня из комплекта из другого Побольше Которым он вот здесь регулируется больше В принципе, ничего с ней не было Ну и вот, книжка, инструкция И вот, флайер Вот такой отличный инструмент Сейчас покажу, как она пилит металл Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, как видите, инструмент функциональный То есть, профтруба 5х10 Отлично она ее пилит И трубы я и другие пилил металлические Такие толстостенные Тоже отлично она пилит То есть, если вам нужен инструмент для демонтажа Не для чистых работ Для чистых работ больше подойдет, конечно, болгарка Либо вот лобзик Если по дереву Если по металлу, то болгарка Если вам нужен инструмент для демонтажа Лучше вот этой пилы сабельной По моему мнению, не найти Возможно, кто-то, если будет покупать Или искать пилу Этот ролик поможет ему Выбрать себе нормальный Работоспособный Качественный инструмент Всем пока До новых встреч на канале Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok